Счастью нужно учиться 4 шага к счастливой жизни. Все дело в том, что если вы испытываете мало счастья в своей жизни, то причины могут быть физиологические, например, такие как заболевания щитовидной железы, анемия, дефициты витаминов, повышение артериального давления и другие нарушения именно телесные. Для этого необходимо пройти чекап организма. Но еще и чувство счастья зависит от психологических причин. Именно поэтому я буду приглашать на свой канал лучших психологов, коучей, которые будут вам подробно рассказывать, как с психологической точки зрения помочь себе в домашних условиях. И первым таким психологом-коучем я вам рад представить Ирину Базыкину. Обязательно досмотри этот ролик до конца, и ты узнаешь, как всего за четыре шага прийти к счастливой жизни. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно определить, что такое счастье. И как уже проговорил Олег, это может быть история физиологическая. Я вот здесь принесла книжечки, вы можете посмотреть и почитать, допустим, Лорету, и понять, как это строится на уровне гормонов. Потому что, если с ними не порядок, вы можете просто выйти в окно. Но нас будет интересовать сегодня другая вещь. А что же такое счастье вообще? Если мы так посидим, подумаем, что это такое, мы поймем, что это реализация всех наших желаний, реализация всех наших мечт. Что нас расстраивает? То, что мы чего-то не можем, чего-то не смогли, чего-то не получили, чего-то не достигли. Если мы нырнем в самое детство, представьте, приносит ребеночка, это такая маленькая флешка. И у этого ребенка нет ничего, кроме желаний. Поесть, поспать, сходить в туалет, обняться, получить любовь. И когда эти желания реализуются, мы получаем абсолютно счастливое дитя. Но потом приходит другая часть, противостоящая воле. И ребенок начинает расстраиваться. Что происходит во взрослой жизни у человека? Все, что он хотел, о чем он мечтал, он утыкается, например, в отсутствие денег. В отсутствие хороших отношений. Возможно, с реализацией, да, могут быть вопросы. Вот если человек не может это реализовать, и не может реализовать это довольно долго, он может приходить и к выгоранию, и к депрессии. Ведь что такое выгорание и депрессия? Как раз-таки люди описывают это так, что я лежу на диване и не могу встать. Я ничего не хочу, я ничего не желаю. И наша задача будет сегодня вернуться в это желающее состояние. Да, для того, чтобы вы вспомнили все свои желания. И для этого сделайте следующее. Прямо сейчас напишите пять своих желаний. Можете написать их в комментарии. И к концу ролика я расскажу, а чего же там не хватает для того, чтобы прийти к реальному, глубинному счастью. И по-хорошему у нас с вами одна задача. Быть очень классными приемниками, которые через себя будут пропускать все свои желания. И вы наверняка заметили на моем столе, допустим, Данте Алигьери, Божественная комедия, которая описывает желания на трех кругах. То есть сначала человек завязает в каких-то своих привычках, потом он их осознает и прощает себя за какие-то несовершенные действия, либо прощает других людей. И выходит вот в это Божественное состояние, когда мы можем тут же реализовывать. Что такое рай, да? Это когда все желания реализованы. Давайте посмотрим, как это сделать прямо сейчас. И вы логично зададите мне вопрос, Ира, а где взять энергию на эту реализацию, если мы такие, ну, полувялая петрушка, либо я уже ничего не хочу, либо до этого получал какой-то негативный опыт. Как мне взять энергию на все мои действия? Проводили исследование. Мозг человека делит все реализуемые мечты и желания на три кластера. Это история отношений, да, связано ли это с отношениями, могу ли я доминировать, размножаться, что с этим будет связано. Второй кластер — это реализация, то есть все, что относится к нашей профессиональной деятельности, где мы можем быть лидерами, где мы можем влиять на других людей, или там наш товар или услуга может быть полезна для других людей. Это вторая часть. И третья часть — так называемое личностное своеобразие. Мы опишем это как хачушки, ну, как будто бы не очень важные. Например, порисовать, погулять, потанцевать, какие-то вещи, которые вы давно закинули. И мы сейчас на метафоре машинки посмотрим, а как же нам и реализовывать, и получать энергию одновременно на следующие наши действия. Вот представьте, все, что вы видите в своем списке желаний, относится к реализации, да, заработать денег, сделать какие-то проекты, стать потрясающим блогером, стать человеком, допустим, по материнству и детству профессионалом. Сюда подставляйте любую свою деятельность. Как бы вы ее не любили, вы практически 100% энергии будете тратить. То есть вы потратили, и представьте, что если из ваших целей все пять, которые вы написали, относятся к реализации, ваша машина не будет заправлена, и вы будете просить ее все время ехать и ехать без бензина. Вы будете тратить и тратить. Логично, что прийти к выгоранию будет в три секунды. Если мы говорим о кластере отношений, здесь, если отношение здоровое, будет 50 на 50. Вы будете заряжаться энергией и отдавать ее. Это в идеале. Конечно, часто бывает так, что вы можете вкладываться больше, неважно, в детей, в партнеров, и не так много получать энергии взамен. И представьте, только третий кластер, когда людям надевали шлем и проверяли, а что же дает энергию человеку, выяснялось, когда они занимаются вещами абсолютно неважными, но они на самом деле являются самыми важными. Именно они и дают энергию. Именно они и восполняют человека. И если в этих пяти пунктах их нет, срочно добавляйте. Срочно вносите туда все, о чем вы и мечтали, все, что бестолковое, все, что не приносит сейчас результата. Потому что вы можете даже взять телефон и сказать, я буду снимать, потому что мне нравится. Но приходят люди и говорят, нет, ты должен на этом зарабатывать, нет, это должно быть очень все. И ты говоришь, блин, я не хочу так, я хочу просто для радости это делать. То есть, если мы с вами не закрываем хотя бы одну из этих сфер, человек приходит, знаете, в такое состояние перекошенного осьминога, у которого одна щупальца отросла, гигантские, все остальные сферы посыпались. Но нам может действительно казаться, будут деньги, будут отношения, будут прекрасные отношения, я автоматически буду реализован. Буду я, значит, заниматься своим хобби, это как будто бы должно принести мне денег и отношения с другими людьми. Это не так. Вы можете спокойно себя проверить. Вы будете ощущать себя таким же выжатым лимоном, но, например, с денежкой. И наоборот, вы занимаетесь историей отношений и абсолютно забили на себя, растворились в партнере и не трогаете историю реализации. И вы тоже не очень понимаете, а где вы, в общем-то, мои миллионы. Это ошибка мозга того, чтобы один кластер заменять другим или выстраивать взаимосвязи, того, что это как-то связано. Это не так. Одна сфера не делает человека счастливым. И только все три части, да, вот три шага, которые мы с вами проводим, отношения, реализация и личностное своеобразие приводят нас в состояние именно глубинного счастья. Поэтому только вот такая системная работа с вашим сознанием может вас приводить к счастью. И, конечно, да, четвертым шагом будет именно то, чтобы вы проанализировали свои мечты, желания, направления, которые вы сейчас написали. Обязательно дописывайте этот список. Вписывайте туда все самое ненужное. Ставьте прямо на первый план. Восполняйтесь. Потому что восстановление не равно отдых. Вам нужно просто вывести себя из категории сначала очень уставшего человека, и только потом вы начнете желать. В такой точке ноль мы с вами должны быть энергичны, красивы, прекрасны, реализованы в шикарных отношениях. И не забывать о том, что у каждого из вас есть та, возможно, даже божественная часть Данте, которая вас приведет в абсолютно райское состояние. Если вы хотите более глубоко проработать этот вопрос личность, тело, реализацию и отношения, обязательно переходите по ссылке в описании, и я дам вам абсолютно бесплатный курс. Четыре пазла к счастливой жизни. Ты попросила людей написать желания, да? Но часто у нас люди не понимают, что это действительно истинное желание. Может, есть какой-то гайд или лайфхак, как понять, что это реально твоё желание, которому тебе нужно идти? Очень сначала будет странный ответ. Если вы вписываете это в Google, и там это желание уже есть, это не ваше желание. Если это хотят миллионы человек, скорее всего, это довольно навязанная история. Что бы я посоветовала? Вы берете лист бумаги, и начинаете выписывать из себя вот всё. Скорее, выписывайте, выписывайте минимум 100. Хорошо, 200-300. Классический человек, ну, он там пишет 20 пунктов и останавливается на этом. Но, поверьте, дальше, если прописывать эти пункты, пойдёт история о бессознательном, что вы реально хотите. И, скорее всего, первые 10 будут такие социальные навязанные вещи, потом пойдут истории отношений, истории того, там, отношений с своим телом и так далее. И дальше вот как раз вот это неважное пойдёт уже абсолютно, когда вы сознание своё вырубите, и бессознательно начнёт вам выкатывать, что он реально хочет. Для чего на самом деле ему деньги? Для чего на самом деле ему содержать отношения? Для чего на самом деле ему, например, там быть здоровым, реализованным? Друзья, помните, что всё, что мы с вами делаем, это для того, чтобы быть счастливым. У нас одна жизнь, у нас одни возможности, у каждого из нас уже всё есть. И моя задача в том числе познакомить вас не только коннекта с телом, чтобы вы узнавали его, потому что самое близкое к нам, мы ничего о нём не знаем, ни как кормить, ни как слышать его сигналы. Также и психика, также и наш мозг это очень сложная и интересная структура, и вы можете, не боясь её познавать, знакомиться с ней, слышать её и в общем-то встраивать в коннект, чтобы у вас не было ни психосоматических каких-то моментов, а вы вот так вот поженили своё сознание и своё тело. Будьте здоровы, друзья, и обязательно подписывайтесь на канал Олега, здесь очень много полезного для каждого из вас.